Такая вот калиточка, чтобы кран вообще раньше времени не сбежал. Банда уже пришла. Тот спрашивает, что такое стол. Вот стол. Ну называется так стол или место сборки. Стол, потому что обычно делают в ровную площадку, чтобы собирать ровную опалубку. И замочек. А ключик? Кто на олипхире работает, знает где лежит. А кто не работает, тому и знать не надо. Фига. Хлопайся. Все, переодеваемся и работать. Вытир руки, вытри кран. Включаем рацию. А там же Алексай, 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 Алексай. Нет? Всем доброе утро, можно начинать работать. Рейка, доброе утро, полуанчика, подкрали. Так, мы пересекаемся с этим, с этим и с тем, с тремя кранами. Поэтому надо быть внимательным. А да, и он сегодня еще будет работать вот в этой зоне. Стопудово. Ну, правда, в той будем работать, попой к нему. Но на разворотах надо за ним переглядывать. Знаете, какой один из самых часто комментариев к моим видео? Это как людям можно жить в этих муравейниках, в этих бетонных домах, которые ты строишь. Там же бетонная арматура. Вот я, например, там построил свой дом сам. Каждый кирпичик сам положил. Каждую дощечку сам прибил. Каркасный там дом построил, деревянный дом или кирпичный. Сам точно знаю, где, что, какие материалы брал. Это хорошо, когда вы строитель. Или у вас опыт есть уже в строительстве, или у вас знакомый строитель есть. А если нету, что в этом случае делать? Начал интересоваться этой темой. И нашел отличный канал. Гудвуд, который вам хочу порекомендовать. Как вы знаете, первое здание, самое высокое в мире, из дерева построил я и моя компания Гудвуд. Александр Дубовенко, основатель компании Гудвуд, который занимается строительством комфортных домов для жизни за городом. На своем канале Александр рассказывает о том, как построить надежный дом из дерева и камня. У которого низ из крупноформатных керамических блоков, вверх, сделан по каркасной технологии. И, конечно же, один из главных вопросов, что сейчас происходит с ценами на строительный материал. Сильно ли будут дорожать еще дома, стройматериалы и так далее. Если вас интересуют современные тенденции строительства, если вы хотите узнать, как строить в других странах, например, в Финляндии. Стажены елочки, трава на крыше находится. В общем, очень классно. Кажется, что вот здесь все архитектуры не подавляет природу, а вместе с ней прям существует. Америки или даже Японии. В домах, особенно здесь, около Токио, ты, когда открываешь окно, ты можешь рукой дотронуться до соседнего дома. Кто Александр расскажет вам об этом? Какие строительные материалы использовать? Какие особенности, какие плюсы у этих материалов? Как обустроить дом в современном дизайне интерьера? О том, какие ошибки совершаются при выборе участка? Он известный человек в строительстве и периодически проводит интервью с известными бизнесменами и архитекторами. А также проводит встречи с людьми, которые уже построили загородный дом, чтобы поделиться с вами их бесценным опытом. Подписывайтесь на канал Goodwood. Все ссылочки в описании. Звучит какие-то непонятные новости. Приветствую, Леха! Ты здесь что делаешь? Ого! Не думал, что ты здесь. Я не думал, что ты здесь. Да? А вот чудеса бывают! Вы просили, он вернулся. Ты там жил, что ли? Да, здорово, Лех! Здорово, здорово! Приветствую, уважаемый подписчик! И подписчицы. Цы, точно! Ну, рассказывай, Алексей, что ты, где ты, как ты, с кем ты. Больше тебя звали подписчицы. Да? Да. Все. Сейчас, снова будем крановать. Все, да, будем ремонтировать кран, Алексей. Ну так, дорогие подписчики, перед началом работы, как всегда, танец у нас. Дмитрий Анатольевич и Медведева. Моя вишневая девятка, она меня с ума свела. А, все, ребят, погнали. А, так ты эту паночку хочешь поменять? Ну да. А, я думал, в тебя девушек. Что ты? Я, погоди, понимаю, какую. Вот, 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 да, там с двух сторон. Она и там, и там по болтикам, ну, видишь. А, две. А я только одну взял. Ну, вторую, значит, на клей будем сажать. Ни фига себе, вот это уровень. Проблема. Берем сперва укропчик, потом куриный попчик. Какой лучше-то открутить. А, я думал, тебе кран выключать, не выключать. Я думал, там будем менять. Это-то вряд ли серебра делается. Как, все из серебра? Да, весь липчер. Все, все, да. Канат он серебряный, видишь. Да, да. Ну, Алексей, рассказывай, что-то я давно не видел. Как вообще? Ты где-то прохлаждаешься, не работаешь. Я работаю, работаю. Да, конечно, работаю. Да, понимаешь. Движение, это жизнь, это мир кручу. Это я кручу. Ты? Вокруг себя, правда. Ну, ладно, хорошо, я подкручиваю. Такая железяка просто лопнула. Это же получается, что, масло-бак, да? А-а-а. Масленый насос, точнее. Да. С нашей компанией Алексей не забалуешь, понимаешь? У нас техника любит... Что? Смазку. Чтобы все работало. А механике ласку, да? А? Техника смазку, а механике ласку. Да, как? Все. Поеду дальше. Ну, все. Уважаемые подписчики. Как все? Субтитры сделал DimaTorzok 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 может вы уезжать не будете серьезно на этом экране неожиданно затрещал да я не знаю перед обедом не для нести рейси запорвался доктор сейчас я покажу как же кпш который 70 работают и вообще и по сравнению с вашей маркер работают и потом на что будет торчать не через фанеру работает на 5 минут станет поменяем деталь водной дальше работает он заменяет вот этот то есть такого же размера до размером три раза меньше там контакты все-таки по массиву вот так она завыкается ну-ка принцип вот такой так она вот так собирается вот так потом это катушка включается и до магнитное поле притягивает железо в напряжении там же переменка плюс-минус плюс-минус из-за этого если а петля она сглаживает вот это переменное напряжение вот эту частоту если она рвется то начинается вибрация с частотой 50 герц ну вот здесь целые петли она как бы сглаживает магнитное поле в итоге она ломается как механически просто механически ломается и все начинает реветь ну вот тут одно порвано но не ремонтируется ничего сваривать нет смысла она как бы целикой должно быть что туда и вот она штамповка и вставляется на здесь приливается сваришь даже бывает по сварке лопается таким фигней такой занимался раньше неэффективно он это они еще обрывать что затираются внутри пыль попадает ну я уже почти заменил на том тоже блок контакта все черные так что я вот этот ставлю привезенный который на машину было бы подключился не знаю диагностика и такого он там-то было столько-то раз включила так по блютусу подъехали крану просто подключились все понятно полезно за этим проблемой ну тут просто цепочки управления вот допустим одним пускателем там цепочка управления достаточно сложная там через множество пускателей блок контактов через всякие разъемы там концевики и искать где она глючит да и какой там концевик или разъем сотня причин может быть поменяешь одно будешь думать одно по факту совсем другое проще поймать когда она уже совсем умерла поймешь цепочку очень просто попробуем даже вроде тихо ну да хорошо здесь работает ну еще пощелкаем так ну идет идет попробуй немножко в разгон это уже мы контакты проверили нормально пациент скорее жив работать будет гарантия 3 дня так но я думаю до конца досмотрели только самые преданные фанаты поэтому для вас такая информация на момент наверно выхода этого видео когда вы смотрите когда он вышел точнее я уже еду в отпуск и это причина возобновить на второй канал видосы так что увидимся на втором канале ссылочки если вдруг не подписан оставлю в описании поедем далеко да думаю будет интересно места будут красивые и возможно хотелось бы конечно посмотрим как связь будет сделать какой-нибудь стримчиком красивого места именно на втором канале стрим а то давно что я туда ничего не снимал в общем спасибо что посмотрели до скорых встреч на высоте и на втором канале С вами был Алексей всем пока Продолжение следует...